здравствуйте добро пожаловать на мой канал меня долго не было и вот мы с вами сейчас увидимся и я вам презентую вот такой вот классный торт диско торт с такими дискотечными шарами с таким эффектным декором как из попкорна поработаем с аэрографом расскажу все тонкости работы с аэрографом также нанесем рисунок с помощью трафарета все очень легко не сложно просто и подробно вы знаете кто со мной давно мои видео очень детально очень полезные очень интересные кому сильно скучно кому сильно долго включите быструю перемотку но я вас уверяю будет интересно вот такие вот дискотечные яркие эффектные шары мы с вами также установим и приступим и так у меня подложка подложка у меня из фанеры толщина подложки 1 сантиметр ножки я приклеила из пенополистирола на клеевой пистолет отверстие у меня 1 и 5 сантиметра сделано дрелью подложку вырезала лобзиком также нам понадобится металлический штырь соответственно диаметр металлического штыря 1 5 сантиметра то есть 15 миллиметров покупается в строительном магазине всегда доступно нужно отрезать нужной длины все размеры я вам напишу под видео также нам понадобится вот такая вот фанерная также подложка это будет второй ярус тортика она также один сантиметр толщиной она также имеет отверстие 1 и 5 сантиметра и она 18 сантиметров диаметре так как торт будет 18 сантиметров диаметре это второй уже ярус торта ничего сложного как делать подложки есть видео на моем канале ссылочка вверху также понадобятся нам вот такие вот шайбочки и понадобятся конечно же гаечки весь этот набор стандартный я использую их во все гравитационных тортах и видео конечно же одного из моих эффектных гравитационных тортов есть на моем канале это гравитационный торт с и двумя миньонами будет вам очень интересно переходите по ссылочке вверху и смотрите как я делала торт миньоны шайбу конечно же брать лучше с широкими полями она так будет более надежно но в принципе я работаю с шайбами с узкими полями мне просто нет шайб широкими полями если у вас есть возможность купить шайбу широкими полями сделайте это вам так будет спокойнее и удобнее работать вот и все далее понадобятся также разводные ключи или обычные ключи нужного номера для того чтобы затянуть гайки сейчас мы собираем конструкцию берем металлический шты вставляем в подложку в отверстие снизу мы сначала надеваем шайбу дальше гайкой закручиваем сверху также укладываем сначала шайбу не а далее гайку накручиваем и берем теперь разводные ключи и затягиваем наши гайки самое важное в гравитационных тортах повторяю это каждый раз в каждом видео что вот этот металлический стержень это является основой торта он всегда должен быть закреплен очень плотно прочно никуда не шататься и никак не вибрировать не не быть не находиться в свободном состоянии в этом отверстии это самое главное если у вас не закреплена прочно вот эта шайба гайка это все не такой маналь не монолитная конструкция у вас торт с большой вероятностью может просто расшататься при транспортировке и как бы ну потом может получиться неприятная ситуация поэтому повторяю затягивайте пожалуйста гайку шайбу на металлическом штыре вот подложку закреплять очень очень плотно нет у вас силы попросите своего мужчину помочь муж обязательно вам должен помочь вот но это очень важно повторяю вас значит та часть металлического штыря которая будет в торте я ее изолировала бумажным скотчем да та часть металлического штыря которое у нас пока не будет в торте на которую еще будет одеваться декор будут накручиваться гайки я временно не очень плотно изолировала пищевой пленкой только для того чтобы когда я буду надевать торт у меня торта вообще никак не соприкасался с металлом хоть я его и протерла продезинфицировала это я не озвучивала надеюсь и так все всем понятно что нужно все это протирать и дезинфицировать вот я просто изолировала пока временно пищевой пленочкой высота торта у меня почти 18 сантиметров если я там правильно увидела не очень помню вот вы поставите на паузу увидите и ширина торта 23 24 сантиметра у меня сейчас я буду торт одевать на металлический штырь под тортом у меня нет абсолютно никакой подложки саму подложку вот эту нижнюю я не смазывала никаким кремом для скажем так для того чтобы торт лучше приклеился это не понадобилось торт достаточно тяжелый и конструкция сверху также будет его удерживать хотите положите чуть-чуть промажьте подложку под тортом чуть-чуть кремом в данном случае абсолютно никак это не принципиально вот поправили торт если нужно от центрировали я снимаю кольцо начинка мне очень вкусная начинка тирамису ванильные бисквита крем-чиз шоколад кофейная пропитка на моем канале уже есть это видео о тортике тирамису как он делается ссылочка вверху далее делюсь с вами таким уже проверенным кремом как белково-масляный заварной крем это просто моя выручалочка мой любимый любимчик вот из кремов для покрытия он реально вкусная раньше не любила масляный крем он реально вкусно если от мягкие такой прогреты смотрите сейчас у меня крем на моем канале есть видео как я готовлю этот крем ссылочка вверху переходите там все очень детально но в том видео по ссылочке нету как бы этого крема в таком состоянии как вы сейчас его видите это крем после холодильника этот крем прекрасно замораживается прекрасно ведет себя в морозилке в холодильнике я вот вытащила крем холодный вот я вам при вас его папа чикала спатула далее я его отправила в микроволновку импульсами по 10 секунд не больше потому что потечет по 10 секунд импульсами вы его прогрели несколько раз два-три раза смотря там какой он у вас только заморожены и вы получили вот такую вот нежнейшую массу для выравнивания торта абсолютно пластичный абсолютно без комочков абсолютно без всяких там там не знаю заморочек вы выровняете торт то есть я что хочу сказать этот белково масляный крем можно подготовить впрок например накануне вы можете его сделать он прекраснейшим образом повторюсь себя ведет он застынет в холодильнике потом вы его достаете разогреваете и пользуетесь пока я рассказывала про прелести крема торт я выровняла черновой черт сделала на торте черновое выравнивание отправила в холодильник она у меня подстыла далее покрываю моим же любимым кремом белково-масляным торт второй раз я уже наношу слой крема таким более толстым слоем и конечно же я работаю вот спатулой и мне так удобнее наносить крем кому удобнее наносить крем на торт из из кондитерского мешка пожалуйста можете наносить так мне удобнее наносить крем так и тут уже каждый работает под себя основная должна основной момент который вам хочу озвучить это то что крем очень удобен в работе однозначно рекомендую по ссылочке переходите пользуйтесь берите рецепт однозначно просто must have вас как материал для выравнивания торта чтобы был этот крем ну правда раньше я выравнивала крем чизом на масле до вкусно честно не всем нравится но и даже я лично вот этот крем как-то реально полюбила он он когда вот подтает при комнатной температуре он нереально вкусный с бисквитами но он ну правда я не могу нахвалиться он когда режешь он не крошится он очень хорошо держит форму очень хорошо транспортируется ну на ярусниках себя прекрасно ведет то есть одни плюсы в этом крем ну минус только то что как бы многовато масло но нормально вы шторты не каждый день кушаете далее торт я выровняла несколько раз точнее три раза этого достаточно и вот так вот с помощью ложечки оформила верхушечку так как она у меня будет все таки видно ничего сложного вот такой ровненький аккуратный получился за очищаем под ложечку и в принципе можно уже приступать к установлению декора а конкретно светящим вот этого блестящего дискотечного шара он у нас конечно же будет стоять на торте но он у нас не должен давить на торт поэтому мы должны конечно же сделать какое-то крепление берем гайку гайку мы должны вкрутить на металлический штырь так чтобы она была заподлицо с торта но гайка металлическая соответственно мы ее должны обязательно изолировать бумажным скотчем это очень важно то есть такая чуть-чуть поморочиться надо но вы должны хорошо гаечку изолировать и чтобы она вот металла не было видно не вот под гаечкой то что уже как бы вот сейчас визуально там где-то вторую в торте не сверху гаечки не должно быть вот этого видно металла дальше вы все вот с помощью ключа или разводного ключа ну то есть руками вы уже не закрутите то есть надо пользоваться инструментом закручивайте эту гайку прям туда в торт она у вас должно быть и за подлецом с тортом далее уже на гайку будем устанавливать наш декор сверху гайки мы сейчас сложим шайбу вот вам все видно как это выглядит далее на вот эту гайку с шайбой мы будем устанавливать наш светящийся дискотечный шар значит шар у меня 20 сантиметров в диаметре основа этого шара пенопластовой обклеена вот такими вот типа стразами квадратными значит просто пропаиваете вырезаете отверстие в шаре я пользуюсь специальным инструментом это резак для пенопласта для пенополистирола я подложки сейчас делаю с помощью этого инструмента заказывала я на алиэкспресс очень удобно классная штука есть и струна и вот такие вот как бы такие прутики прямые вот с помощью этих прутиков я сделала отверстие и в одной и в другой стороне шарика далее вот просто надеваете теперь этот шарик на наш металлический стержень и сверху шарика мы накручиваем шайбу вернее одеваем шайбу и накручиваем гайку далее все это опять же должно утопиться в шаре скажем так чтобы не был чтобы визуально не было этой гайки вот над шаром не было вот этой толщины гайки но подложка деревянная должна лежать на гайке то есть гайка у вас из шара должна выступать где-то миллиметра на три и она вот как раз будет все у вас красиво визуально смотреться то есть накручиваете гаечку но чуть-чуть должна выступать потом ложите шайбочку и сверху деревянную подложку напоминаю фанерная метра сантиметра толщина на подложку опять ложите гаечку уложите шайбочку потом гаечку и все закручиваете с помощью ключа опять же изолируйте металлический вот этот наши стержень бумажным скотчем и я вы видите одеваю на металлический стержень торт торт 18 сантиметров в диаметре также покрываю торт белковым своим масляным кремом прекрасно он вот себя ведет и на нижнем ярусе на верхнем ярусе то есть просто нужно набраться терпения и выровнять сейчас у меня второй ярус выровнен на черновую поэтому не стоит так критично его оценивать далее нам нужно установить на вот этот второй ярус еще третий маленький ярус тортика значит берем деревянные шпажки вымеряем и обрезаем нужную высоту шпажки и делаем вот такую вот основу о том как собирать ярусные торты у меня на канале есть очень подробное видео я собирала там трехъярусный свадебный торт и все рассказывала о том как вот я обрезаю шпажки зачем они нужны какой длины они должны быть как устанавливать в торт вот кратко берете шпажку я каждую шпажку обрезаю отдельно вставляя в торт отмечаю и обрезаю нужны мне длинные шпажку далее втыкаю шпажку в торт и таких шпажек на торт нужно где-то 6 штук далее я беру подложку она может быть не сильно плотная далее эту подложку я укладываю вот на шпажки и это помогает потом верхнему ярусу не давить на нижний ярус своей тяжестью то есть равномерно распределять как бы вес торта и уже верхний ярус стоит не на самом торте не давит торт а стоит на вот этих шпажках по моему все понятно показано и если что-то непонятно вверху ссылочка на видео о том как я собираю свадебный большой торт переходите смотрите там прямо все очень понятно далее просто установила торт уже на подготовленную подложку и делаю покрытие такое черновое выравнивание торта белково-масляным заварным кремом работаю полностью с одним и тем же кремом ничего не меняется поэтому дальше повторять уже как бы не буду повторяться да сейчас вы видите что торт не совсем а вот ровный есть такая кривизна это ничего страшного все это поправимо выравнивается кремом и в итоге тортик будет ровный и красивый начинка очень мягкая но прекрасно себя показала при транспортировке очень стабильная поэтому вот просто поравнять хорошо кремом и торт будет очень ровный далее сейчас пока я работала с верхним ярусом на нижнем ярусе образовался конденсат и я промокнула салфеточкой но все равно выравнивать уже второй ярус было не очень удобно так как конденсат мешал работать с этим кремом для выравнивания да есть такой небольшой недостаток как конденсат то есть когда вы достаете торт из холодильника вы должны выравнивать его быстро начать выравнивать быстро потому что если вы так скажем достали торта потом начали подготавливать крем вот за вот эти там там пять минут у вас торт на столе он у вас покроется конденсатом и уже конденсат не даст выровнять торт нормально кремом будет тянуться от влаги за шпателем такого не должно быть опять убираете торт в холодильник не конденсата не должно быть подготавливаете крем до нужной вам консистенции достаете торт и сразу начинаете выравнивать то есть у меня сейчас как раз верхний ярус отлично подходит для работы и для выравнивания со вторым ярусом я сейчас не работаю так как на нем повторюсь конденсат значит я сейчас максимально выравниваем верхний ярус далее убираю торт в холодильнике уже буду работать над своим нижним ярусом вот как бы да сделала на этом акцент чтобы вы понимали что торт который вот покрылся конденсатом его лучше не выравнивать просто не трепать себе нервы промокнуть салфеткой до попробовать до получится может у вас как-то там быстрее вы работаете вот но лучше всего он не морочится забрать в холодильник дать остыть и далее покрыть нормально кремом уже когда конденсат исчезнет следующее мое вот выравнивание тортик конечно же охладился в холодильнике уже никакого конденсата нету хорошо он отстоялся и сейчас я выравниваю сразу два яруса и верхний и нижний прекрасно вот вы видите крем не тянется все хорошо выравнивается все ровненько гладенько вообще никаких проблем нету в работе с кремом и пускай вот вас этот момент с конденсатом не пугает просто нужно приловчиться как выравнивать и все вот до торта который покрывается крем чизом на масле я с таким не сталкивалась то есть конденсат не конденсат такого нету просто применитесь в работе с этим нижний ярус я покрываю попкорном просто купила пачку попкорна две пачки попкорна обмакиваю каждое зернышко попкорна в крем и прикладываю к торту все основно основной торт у нас холодный крем быстро застывает подстывает попкорн никуда абсолютно не падает не девается прекрасно себя ведет на торте прекрасно застыла за застывает прочный декор и выглядит эффектно также я добавлю декор через трафарет зеленый вот по моему получилось просто шикарно и сейчас будем покрывать серебряным кандурином из аэрографа я кандурин развожу спиртом можно разводить водкой спиртом чем вам удобнее теми разводите вот до такого жидкого состояния пользуюсь я аэрографом тагор у меня он полностью металлический вот ручка сама металлическая все нету пластиковых элементов при работе с кандуринами если задувать торты кандурином жидким вот разведенным сопла не может забиваться у аэрографа я сейчас вы увидите при работе я покажу и прокомментирую как продувать аэрограф если он забился разбавленный кандурин просто заливаете в отсек для краски и красите нажимаете кнопочку отводите и красите кто знаком с работой с аэрографом то есть те как бы понимают о чем я говорю я планирую сделать на канале видео подробно о работе с аэрографом и все подробно вам расскажу покажу вот просто окрашиваете вот так вот не сильно далеко отводите сейчас у меня забилось закрываем пальчиком вот дырочку нажимаем вот верхним пальчиком на кнопочку и отводим то есть должна появиться вот такие бульбашки должны появиться сейчас резкость настрою как всегда у меня чем больше хочешь показать тем больше все размыто вот зажимаете пальчиком дырочку откуда выходит краска и вот отводите вот этот вот эту кнопочку отводите назад у вас краска продувается у вас частички которые забили дырочку они у вас скажем так мигрируют внутри аэрографа и опять можно работать вот так я окрасила весь торт ушло у меня на это абсолютно немного времени все как бы получилось очень хорошо далее делаем декор через трафарет окрашиваю крем в такой в зеленый цвет заказчик попросил сделать зеленые элементы я окрашиваю крем в зеленый цвет и вот так вот просто никак не закрепляя трафарет на торте просто прикладывая трафарет к торту трафарет прекрасно держится он такой легенький у меня и просто лопаточкой вот так вот я наношу зеленый крем на торт то есть это вы делаете в том месте где вам нужно чтобы было вот рисунок трафарета можете просто приложить к торту трафарет нанести крем не можно никак не закрепляя не закреплять трафарет на торте крем который вы наносите на трафарет он является таким удерживающим элементом приклеивает трафарет к торту один раз по если вы один раз попробуйте вы поймете что как бы нет смысла там скотчем это все лепите трафарет закреплять прям намертво абсолютно сейчас я декорирую подложку заклеиваю ленты потом еще будет одна лента у меня вы видите прекрасно окрасился попкорна в серебристый цвет из аэрографа так шарики я использую разных размеров у меня есть размер 9 сантиметров есть размер 8 сантиметров 7 сантиметров по моему меньше у меня чем 7 по моему нету шарики они вот как бы новогодние вот такие как игрушки то есть их можно куда-то повесить у них есть такие вот хвостики как на на игрушки на елку внутри шарики опять же пенопластово перед тем как ставить шарики на торт вы отрываете вот эту висюльку за которой она должна как бы вешаться там на елку на крючочки разные отрываете эту висюльку и вставляете шпажки просто вставляете вот в этот пенопластовый шар в ту дырочку откуда убрали висюльку вот эту вот если вам нужно чтобы шарик скажем так высоко стоял прям не лежал на торте как так высоко стоял то добавьте лучше две шпажки или три чтобы он был крепче держался и при вот при переноске при транспортировке не шатался туда-сюда вот этот сам шарик потому что как бы ножки длинные у него вы видите я все показываю вам да вот вот это шарик на торте прям стоит а сзади длинное вот основание видите шарик не на торте он выше вот да чтобы вот эти высокие шарики не болтались туда-сюда лучше палочку брать потолще или там две-три бамбуковые вот эти шпажки вместе соединить абсолютно на свой вкус я украшаю торт где вот этими дискотечными шарами вот вы также можете делать это абсолютно на свой вкус здесь уже я просто смотрю на торт и смотрю и смотрю куда мне нужно добавить там ставить шарик тот или иной размер вот далее я подкрашиваю торт еще с помощью аэрографа в тех местах которые считаю нужными акцентирую какие-то места прокрашиваю там где не прок не докрашена было ну то есть как бы придаю общий вид торту последние штрихи делаю вот такого торт у меня получился очень нарядный очень яркий очень дискотечный это был большой корпоративный торт на 50 плюс человек уверена всем хватило были очень позитивные отзывы об этом тортике очень много клиентов пришло ко мне после этого тортика из той вечеринки да поэтому все очень плотно сидит все очень крепко сидит я вам рассказала все очень детально очень подробно надеюсь мое видео вам понравилось было полезно делитесь моим видео ставьте лайки моему видео подписывайтесь на мой канал обязательно повторюсь делитесь моим видео чтобы мой канал продвигался и видела мои видео большее количество людей для меня это очень важно я надеюсь вам было сегодня со мной не скучно и интересно познавательно и вы теперь с легкостью сможете приготовить любой антигравитационный торт в таком стиле и делитесь обязательно своими работами пишите мне на почту я буду рада если вы поделитесь своими работами как у вас получились торты по моим мастер-класса пока пока до новых встреч